Открытый телеканал представляет. Вот не пишет имени женщина, но понятно даже мне почему. Я учительница, пока с небольшим стажем, не еврейка, но всегда меня интересовало, что вы обучали своих детей грамоте с трёх лет. При этом, я знаю, много внимания уделялось запоминанию текста. Вы это имеете в виду евреи. Известно, что дети начальных классов могли наизусть, без запинки, читать всю Тору. Они даже могли сказать, сколько раз и на какой странице упоминается такое-то слово. У меня много вопросов. Конечно, и нас многому учили в университете, но мне важны именно ваши ответы. Я очень много беру из ваших передач. Вопрос первый. Что даёт начало обучения с трёх лет? Даёт развитие. Что даёт запоминание текста такое суровое, она спрашивает. Это тоже память, развитие. К чему ведётся этот ребёнок? К тому, чтобы он правильно, хорошо знал Тору. Так. На память. Так. Умел вырвать из неё любой кусок. И процитировать. И процитировать. Ну вот, я извиняюсь, что я настаиваю. Для чего? Так или иначе, математики, физики, там, не знаю, запоминание текстов. Я не знаю, кто-то запоминает совершенно феноменально текстов. Но для чего? Вот именно Тору. Для чего? Вот это вот. Для того, чтобы развить у человека такие способности, которые ничем другим не разовьёшь. Ничем другим. Я разговаривал, беседовал со многими людьми, которые изучали таким образом Тору. И они говорят, что это просто... Это невозможно передать другим, которые это не изучали. То есть тексты Торы, они такие, что они склеивают разум человека в одну общую гармонию. То есть, в принципе, так или иначе, цель, чтобы приблизился к этой гармонии, да, человек? Да. Как каббалист читает Тору? Вот я хочу вас тогда спросить. Каббалист не читает Тору. Он видит её. То есть она вызывает в нём образы. Не те, что нарисованы там в книжках. Образы. Его личные он видит за словами. То есть все эти слои как бы снимаются, да? Это невозможно объяснить. Объясните. Нет. Ещё вопрос её. Ну? Прогресс нам принёс то, что не требуется нам запоминания текстов. Не требуется. Информацию можно получить мгновенно. Какие в этом плюсы и какие минусы? Как вы считаете? Ну, то, что мы можем жонглировать текстами, книжками, энциклопедиями, как угодно. Цитаты за секунду находить. Да, это всё естественно. С одной стороны. А с другой стороны, конечно, это всё вытаскивает из всего этого душу. И получается, что... Чистая информация. Да, да. А в этом душа есть, да, если ты так... В этом да, конечно. И последний вопрос. Я только начала преподавать, что самое важное преподать детям. Детям самое важное преподать, чтобы они правильно относились к тому материалу, который вы им преподаете. Они должны понимать, что обучение, оно само по себе их развивает. И поэтому даже не важно, что ты изучаешь, но сам процесс, он делает из маленького ребёнка человека. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok